Ник, вообще не я сам себе придумал. Я когда начинал, у меня просто был паровоз. Кемерфутбол начался тогда, когда я сломал ногу, играя в футбол. Первая FIFA, но это у дяди была игрушка, чемпионат мира в Японии и Корее 2002 год. Я помню, что дядя на легком уровне, он играл и мучился постоянно в ничью с кем-нибудь, мог проиграть, а я сразу сходу играл на самом сложном уровне, у меня все легко получалось. Начал просто использовать некоторые фишки игры. А дядя, он играл просто в футбол, он пытался играть в это, как в реальный футбол. Тут нужно просто использовать максимально эффективные приемы в игре и все. Локомотив дал, наверное, в первую очередь мечту стать частью команды. Ну, если взять еще профессиональные какие-то моменты, то это и переезд в Москву опять же. Тот же Манчестер я отобрался, играя именно на интернет-отборочные. Если бы я играл уже в своем родном городе, то у меня бы этого не получилось. Открицающее чувство, когда ты играешь за свой клуб, и играешь с теми же, там, игроками ЦСКА, Спартака, и когда ты их обыгрываешь, все эти там сообщения, письма тоже, это тоже очень заряжает. Стойкость психологическая, то есть должен быть довольно поднокровным. Важно именно, чтобы у тебя это, можно сказать, заложено было с детства, дисциплина какая-то и умение справляться с трудностями. У футболства, опять же, у тебя может много не получаться с первого раза, с второго, с третьего, но ты должен продолжать это делать, если тебе это нравится, если ты это любишь, и тогда все обязательно получится. Для меня кимрофутбол — это замена реальному футболу. Я не стал футболистом, но здесь я могу также играть на этих чемпионатах и ощущать примерно те же эмоции. Я занимаюсь тем, что я люблю, и, конечно, какую-то внутреннюю мотивацию, наверное, нужно находить, когда я играю на локальных турнирах, потому что я мудрою ребят из всех топовых футбольных стран. Я хочу стать первым игроком, который выиграет Чехоттат мира и на России. Я еду в Манчестер для того, чтобы порадовать тех, кто за меня болеет.